Вечером 23 июня, в день Великого Православного Праздника Святой Троицы, в Дагестане был совершен двойной теракт. Одновременно боевики атаковали два храма, синагогу и пост ДПС. В ходе нападения террористы, среди которых были сыновья и племянник главы Сергакалинского района Магомеда Амарова, оказали ожесточенное сопротивление и несколько часов ввели перестрелку с полицейскими. Около шести часов вечера в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте проходила праздничная служба, на которой присутствовали порядка 40 прихожан. В это время боевики расстреляли охранника и набросили с ножом на 66-летнего протеерея Николая Котельникова. Это самый уважаемый человек. Насколько мы уважаем всех в Дербенте, но он один такой, как есть. Молодец. Вообще я в Дагестане уже 44 года. Два года я в Хасаюте служил. В 79 году меня сюда направили и по сей день нахожусь в Дербенте. Отец Николай, он 42 года здесь в Дербенте. Я родился в Дербенте, мне 59 лет. И я 30 с лишним лет дружу, как мы сейчас с братьями стали. Еще одной целью террористов стала местная синагога. Ее подожгли, а на дверях написали 2,120, как указатель на вторую сурру Кораны и 120 Аят, как на 8,39. Примерно в этот же час пост ДПС на улице Ермошкина в столице Дагестана был уничтожен. В результате один полицейский погиб, а шестеро получили ранения. В регионе был введен режим контртеррористической операции. В правительстве региона было экстренно организовано заседание оперативного штаба. Безусловно, мы понимаем, кто стоит за организацией этих террористических атак. Мы понимаем, какой цели организаторы пытались добиться. Безусловно, сегодня мы все с вами в очередной раз ощутили себя участниками тех событий, которые происходят во всем мире. Раньше, в большей степени, участниками этих событий были те, кто принимает участие в специальной военной операции, кто защищает нашу страну на рубежах линии боевого соприкосновения. Но мы должны понимать, что война приходит и в наш дом. Мы это ощущали и раньше, но сегодня непосредственно столкнулись с этой войной. Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта. С оружием руках, защищая мир и покой Дагестана. Еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения, в ходе нападения на совершенно мирные объекты, которые подверглись террористическим антаргам. Среди них отец Николай, священнослужитель, более 40 лет служивший в православном храме Дербенте. Сегодня, 24 июня, Сергей Меликов выехал в Дербент и осмотрел пострадавшие церковь и синагогу, а также Махачкалинский свято-успенский кафедральный собор. Здесь террористы подожгли машины, а на окнах и воротах видны следы от пуль. Священнослужители рассказали руководителю региона о событиях минувшего вечера, в том числе, как спасали прихожан. По последней информации, ликвидированы пять террористов. 24, 25 и 26 июня в Дагестане указом Сергея Меликова объявлены днем траура. В эти скорбные дни на территории региона будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия передачи. Жители Дербента с самого утра несут цветы к церкви и памятнику трем конфессиям переулки Казамбека. Мемориал представляет собой скульптуру погибших от рук террористов отца Николая вместе с Ахунтом Джума-Мечети и представителем иудейской общины. Редакция телеканала «Среда» выражает соболезнования семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, мирного населения и отца Николая.